Я в детках так страсть как сильно была, я даже мужчина не всякий одолевал. А ну-ка, обозвольте-ка ручку вашу, ага, я-то правда смутилась, но руку протянула. Молодец схватил своей рукой мою руку, пусти, пусти, кольцо больно, а он извернулся и... Елена Смирнова, актриса Камерного театра, которую уже знают в Алакжане и, мне кажется, уже любят ее работы, ходят на нее. Где-то два года назад она вместе со мной сочинила моноспектакль, в котором она играет несколько ролей. Это очерк Лискова, леди Магбеттенского уезда, история страшная. У нас это идет как эротический триллер. И вот в этом году спектакль был приглашен на фестиваль «Русская классика» в городе Лобни, это под Москвой, куда приехали театры из всего мира, Иран, Испания, Армения. На самом деле очень представительный был фестиваль, конечно, много русских, российских театров. И было очень приятно, что этот спектакль, завершая фестиваль, произвел такое впечатление мощное на жюри, что ей присудили сразу две награды – за лучшую женскую роль и за лучший спектакль. Дело в том, что монодрама – это, в общем, понятно, что это спектакль одного актера, одной актрисы в данном случае, который требует от актера не только высочайшего профессионализма, но и личностных таких корневых качеств, потому что нужно сыграть сразу несколько ролей, быть убедительной во всех. То есть, когда спектакль награждает, как лучший спектакль, это, в принципе, опять ее награждает просто в разных ролях. То есть, я очень рад, что Елена так растет с Бернула, полна новых планов, не останавливается и не почивает на лабрах, что очень опасно для любого актера. И привезла в Володу славу о том, что здесь все с искусством театра пока нормально. Вообще, в этом театре каждый артист проходит через хорошее испытание монодрамой, потому что в этом рост актерский, безусловно. И перед премьерой было очень страшно. Было так страшно, как никогда в жизни не было мне страшно, потому что если в спектаклях с партнерами ты где-то можешь спрятаться за партнера, где-то понадеяться на него, все равно ты не один, внимание зрителей то здесь, то там. А тут все зависит только от тебя. И неизвестно, как организм в этом будет тебя вести. И вообще, смогу ли я одна держать зрителей целый час? И, в общем, перед неизвестностью, как это, что это, как жить в этом, было очень страшно. Потом, конечно же, с жизнью спектакля появляется удовольствие, появляется некая уверенность в том, куда двигаться. А в Лобне было, опять я вспомнила это чувство страха, потому что новые зрители театральные. На театральных фестивалях я ведь первый раз тоже играла спектакль и совершенно не знала, как к нему будут относиться и ко мне зрители театральные, специальная публика. Вот. Но, кажется, что удалось. У нас планируется не один даже фестиваль. Мы едем в Орел на фестиваль «Люди». По-латыни «Люди» — это игра. «Людац» — играющий. Это едет спектакль. Это я, Адит Пиаф Ирина Джапакова. Этот спектакль уже выигрывал гран-при на фестивале в Албании. То есть он так убедительный, и мы его с удовольствием покажем в Орле. А потом мы везем Любку в Сергеев Посад. Второй раз мы уже туда приглашены. Первый раз были спековые дамы и стали таким даже символом фестиваля. У нас фотография из спектакля вошла прямо во все афиши этого международного проекта. Кроме фестиваля нашей работы и работы здесь на стационаре, мы везем Любку в Череповец. И еще мы привозим наших друзей из Челябинска. Замечательный новый художественный театр под руководством Евгения Гельфанда с третьей частью их знаменитых «Бесов» по Достоевскому. Мы будем показывать здесь, в Вологде, 23 июня.